здравствуйте большинство растений для воспроизведения себе подобных используют и бесполое и половое размножение так вишня может размножаться семенами это половое размножение а может размножаться корневыми отпрысками это уже бесполое размножение или бурая водоросль ламинария может размножаться делением слоевища это бесполое размножение а может образовывать половые клетки гаметы которые участвуют в оплодотворении это уже половое размножение у большинства растений присутствует половое размножение исключение найти сложно но возможно к примеру одноклеточная зеленая водоросль хлорелла не обладает половым размножением а вот у одноклеточной зеленой водоросли холамида монады половое размножение есть сейчас мы посмотрим последовательность полового размножения холамида монады а я попрошу вас записать свою тетрадь ключевые слова связанные с ее размножение ключевые слова это слова выражающие основной смысл изложенного материала итак размножение холамида монады в исходной клетке холамида монады путем деления образуется от 32 до 64 гамет снабженных двумя жгутиками разрывая оболочку материнской клетки гаметы выходят в воду в окружающую среду там они попарно сливаются и образуются зиготы зиготы покрываются плотными оболочками в таком состоянии холамида монада переносит неблагоприятные холодные условия когда вода в водоеме прогревается зиготы делятся путем миоза на четыре клетки эти четыре клетки и есть новые холамида монады ребята только что мы с вами разобрали половое размножение одноклеточные водоросли холамида монады я предлагаю вам проверить набор ключевых слов которые у вас получился итак исходная клетка 2 жгутиковые гаметы оплодотворение зигота неблагоприятные условия благоприятные условия миоз новая холамида монады если перечень ваших ключевых слов примерно такой же значит вы хорошо усвоили содержание материала если каких-то ключевых слов не достаёт вы можете их дополнить используя образец или текст учебника продолжим рассматривать половое размножение водорослей и познакомимся с половым размножением нитчатой водорослей спирогеры предлагаю вам выполнить зеркально противоположное задание вам предлагаются ключевые слова определенной последовательности а вы используя эти ключевые слова и рисунок составьте сообщение о половом размножении спирогеры ключевые слова две нити цитоплазматические мостики слияние ядер зигота зимующая стадия новая спирогера ребята тот рассказ который у вас получился о половом размножении спирогеры вы можете сверить с текстом учебника и по необходимости его дополнить у большинства зеленых растений которые обитают на суше происходит чередование бесполого и полового размножения как происходит чередование бесполого и полового размножения мы с вами рассмотрим на примере маховидного растения кукушкин лен кукушкин лен двудомное растение это значит что кукушкин льна есть отдельно женские растения и отдельно мужские растения на мужских растениях на верхушке между листьями есть половые органы в которых образуются сперматозоиды а на женских растениях также на верхушках есть половые органы похожие на колбочки в которых образуются яйцеклетки при наличии обильной влаги сперматозоиды с помощью двух жгутиков переплывают на женское растение где происходит оплодотворение то есть слияние сперматозоиды с яйцеклеткой образуется зигота из зиготы которая образовалась на женском растении развивается коробочка со спорами споры образуются в коробочке путем миоза когда коробочка высыхает и вскрывается споры высыпаются на землю из каждой споры прорастает зеленая нить протонема зеленая нить протонема похоже на ничтую водоросль это сходство свидетельствует о том что мхи произошли от зеленых водорослей так вот на зеленой нити протонеме образуется почка из почки развивается новое растение мха на котором снова образуются половые клетки ребята мы только что с вами рассмотрели бесполое размножение в жизненном цикле мха это образование спор и половое размножение в жизненном цикле мха это образование гамет на женском и мужском растении ребята надеюсь вы внимательно слушали мой рассказ очередование бесполого и полового размножения в жизненном цикле кукушкиного льна и сможете повторить этот рассказ используя следующие ключевые слова споры гаметы коробочка со спорами оплодотворение зеленая нить вода зеленые побеги зигота итак появились ключевые слова и вы обратили внимание что порядок ключевых слов перепутан посмотрите не может быть такого что из споры образуется гамета а из гаметы коробочка со спорами в которой происходит оплодотворение для того чтобы грамотно составить рассказ очередование бесполого и полового размножения необходимо упорядочить ключевые слова ребята предлагаю вам проверить насколько правильно вы упорядочили ключевые слова сначала споры затем зеленая нить зеленые побеги гаметы вода оплодотворение зигота коробочка со спорами и опять споры обратите внимание с какого слова вы бы не начали порядок не поменяется пользуясь ключевыми словами расположенными в правильном порядке несложно воспроизвести рассказ очередование бесполого и полового размножения в жизненном цикле мха кукушкиного льна чередование полового и бесполого размножения происходит не только у мхов но и у других споровых растений у таких как папоротники хвощей и плавуны в жизненном цикле этих растений происходит образование спор что является бесполым размножением а также присутствует образование гамет с последующим оплодотворением что свидетельствует о наличии полового размножения на сегодняшнем уроке мы рассмотрели с половое размножение некоторых растений самостоятельно я попрошу изучить вас чередование бесполого и полового размножения в жизненном цикле папоротник и выписать ключевые слова характеризующие этот процесс